Сегодня мы приехали в Аби посмотреть, какой ассортимент представлен грунтов, которые используются для садовых растений. Евгения, расскажите нам из того, что мы здесь видим, что нам следует покупать, что не следует и для каких целей? На самом деле, очень сложно выбрать грунт, не открывая упаковку. На всех грунтах написано, практически, если вы посмотрите состав, практически одно и то же, что это продукт переработки торфа, низинного или верхового, куда добавлены удобрения и куда добавлены вещества для того, чтобы этот торф структурировать. Но на самом деле, что находится в каждом пакете, мы можем узнать, к сожалению, только когда мы этот пакет открываем. Действительно ли состав соответствует тому, что там указано на упаковке и подходит ли он для наших растений. Дело в том, что очень часто производители немножко привирают и мы, открыв упаковку, обнаруживаем просто фрезерованный торф без добавок, которые его разрыхляют. И сажать в такой грунт растения, к сожалению, нельзя, потому что торф очень сильно прессуется, склонен к этому. И когда вы растения поливаете, он очень сильно разбухает. Потом, когда растение начинает подсыхать, торф этот комкуется в такой комок, в нем очень тяжело растение себя чувствует. И очень часто к грунту, который мы покупаем в магазине, нужно добавлять еще, покупать песок и различные развлекляющие компоненты, такие как вермикулит или перлит, например. Мы берем этот пакетик, то есть, если он твердый, то есть, мы чувствуем, что там какой-то уже такой сбрикетировавшаяся земля, то этому уже не годится для посадки. Нет, нет, это ничего не значит. То есть, пакет, упаковка, ничего не значит. То есть, я уже пришла к тому, что я беру торфосмесь какой-то проверенной марки, которую я, например, знаю, уже пользовалась ей и все равно к ней дополнительно чаще всего докупаю песок, перлит или вермикулит. То есть, вы в принципе все равно готовите смесь самостоятельно? Да, да, да. Все равно готовлю какую-то смесь самостоятельно. Очень редко бывает грунт повезет купить, с которым вот ничего не нужно делать, просто можно сразу посадить растение. Вот возможно этот грунт, кстати, можно будет использовать сразу, не добавляя ничего, потому что на нем написано, что он состоит не только из торфа, но и как структообразователя добавлен перлит. Ну и соответственно, на картинке мы видим как раз вот торфогрунт, который перемешан с вот такими вот белыми гранулами, которые как раз являются гранулами перлита. Можно попробовать взять вот этот вот грунт и посмотреть что там что-то внутри. А насколько важен срок годности? Насколько важен срок годности? Честно говоря, я никогда на срок годности не смотрела. Единственное, чем могут страдать грунты, которые перележали, ну вот срок годности истек, они обычно пересыхают. Вот, ну тогда вы просто добавляете воды, ждете пока грунт напитается водой и после этого уже можно сажать. То есть вот этот грунт я бы взяла и посмотрела, что там, что там внутри и насколько его можно использовать. А чем отличаются различные грунты для разных растений? Ну с орхидеями, допустим, все понятно. Если мы, например, выбираем азалии или цитрусовые или бромелии, чем принципиальное отличие этих разных грунтов? Ну, бромелевые, грунт для бромелевых, он будет очень легкий точно так же, как и для орхидеи. Дело в том, что это растение эпифитные. Грунт для азалий и для лимонов он обычно более кислый, то есть там кислый торф содержится, потому что им нужна более кислая среда. Все остальные грунты, которые идут под названием универсальные, в принципе, мне кажется, ничем не отличаются. То есть они, конечно, отличаются по содержанию минеральных веществ, которые вот здесь указаны, но на самом деле сколько минеральных веществ содержатся в том или ином грунте, проверить очень тяжело. Это нужно отдавать пакет этого грунта на анализ. А вот есть грунты, они универсальные, если мы дальше пройдем посмотрим, будет грунт, встретим там, для бегоний, для растений с ярко окрашенными листьями, для декоративно-лиственных растений, для цветущих растений. В целом, из моего опыта, я исхожу, между вот этими грунтами разницы никакой нет. То есть это, в принципе, одинаковая плюс-минус торфосмесь, и я использую просто универсальный грунт, в который добавляю, например, если мне нужно посадить суккулентные растения, больше песка или больше перлита или вермикулита. Если растения какие-то декоративно-лиственные или цветущие, то, соответственно, поменьше вот этих вот структурирующих элементов. И все остальное я регулирую именно подкормками растений. То есть если мне нужно, чтобы растение цвело, то я подкармливаю удобрениями для цветущих растений. Если мне нужно красивые пышные листья, я беру просто универсальный грунт, он может быть эко и био, и там может быть написано, что это продукт жизнедеятельности каких-то калифорнийских червей, что-то такое у нас есть. Но я не гоняюсь за эко и био. То есть достаточно скептически. Да, да, да. Дело в том, что у нас все, что носит сейчас приставку эко и био, очень популярно. У этого сразу увеличивается ценник в 2-3 раза, но насколько это имеет под собой основу, честно говоря, я не знаю. По поводу вот той земли, которую мы покупаем в магазине, нужно ли ее потом дополнительно как-то обрабатывать? Не может ли она заразить наше растение? Возможно, в ней может содержаться какой-то мучнистый червец, какие-то трипсы, нематоды, белокрылки. Вредитель, который может содержаться в земле, именно нематода, но это карантинный вредитель, поэтому земля обрабатывается, и, соответственно, проходит анализ, делаются анализы, поэтому чаще всего каких именно вместе с почвой вредителей и болезней принести домой не можем. Все белокрылки, трипсы и мучнистые червецы, мучнистые червецы, они живут на листьях, соответственно, питаются на листьях. И чтобы их не принести домой, ну, это когда мы выбираем комнатное растение, нам нужно внимательно их осматривать, чтобы не принести этих вредителей домой. То есть это все-таки миф, что можно зародить растение покупной землей? Нет, 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 из мешка в магазине вы точно ничего плохого домой не принесете, а вот если будете выкапывать с поля сельскохозяйственному, то там уже есть вопросы. И, например, те же самые черви, которые не калифорнийские наши обычные дождевые, которые почву улучшают, структурируют, если попадут с этой землей, принесенные с поля к вам в горшок, они там перекопают все и начнут есть корни, и в результате они будут вредить вашему растению, а не делать лучше почву. А другие микроорганизмы, грибы. Я совершенно точно помню, я однажды купил землю, и у меня выросли очень красивые желтые грибочки. И устанавливая происхождение этих грибов, мы все-таки пришли к выводу, что споры все-таки в земле были. Споры могут быть каких-то грибов, и чтобы этого избежать, всем цветам хорошо бы периодически устраивать профилактику от болезней и вредителей, особенно свежекупленным. То есть вы растение покупаете, после того, как вы его купили, вы его не сразу ставите на подоконник ко всем остальным растениям. На карантин? Да, да. Вы ставите его на карантин. Недели на две. За это время вы смотрите, как растение себя ведет, появляются ли вредители, какие-то болезни, грибы. И в целях профилактики вы обрабатываете растение противогрибными препаратами и препаратами против насекомых вредителей. После этого, через две недели растение уже можно пересадить и поставить на подоконник костальным растениям. А вот все-таки, возвращаясь к земле, нужно ли ее, я знаю, некоторые прокаливают землю? Прокаливают землю в основном ту, которую принесли с поля, с огорода, с компоста. К магазинам земли это не относится? К магазинам земли это не относится. Ну, в рамках паранойи, конечно, можно пролить кипяточком. Ну, если вот прям, как это, для успокоения нервов своих. Ясно. То есть тут уже дополнительных мер. Если мы берем землю не покупную, а из природы, из поля, тогда мы уже более к ней серьезно относимся и проверяем ее уже на наличие каких-то микроорганизмов, спор и других каких-то инфекций. А здесь все-таки можно доверять и лишних танцев с бубнами не предпринимать. Самое главное, на что мы смотрим, не на содержание питательных веществ, а на состав грунта. Состав грунта. Именно на состав грунта. Здесь вот у нас написано, что торф содержит речной песок. Соответственно, известняковая мука это раскислитель почвы и различные, соответственно, удобрения. Там находится перлит для структурирования почвы. Поэтому, в принципе, я думаю, что этот грунт можно тоже попробовать взять. Еще ими ни разу не пользовалось, но можно попробовать. То есть это не чистый фрезерованный торф. То есть это уже именно торфосмесь. Торфосмесь, да. Вот это перлит, соответственно, и вермикулит, которые можно использовать как добавки для того, чтобы сделать торфосмесь. Это инертные частицы. Они, соответственно, будут разрыхлять нашу почву. Как раз про то, что я говорила, чтобы после полива она не слипалась в такой ком, который мы уже невозможно не пролить, не разрыхлить. И тут гранулы разных фракций, я смотрю. Да, да, да. Какие-то побольше, какие-то поменьше. А в каких случаях стоит использовать побольше, вдруг каких поменьше? Или это тоже смешивается? Это все вместе смешивается. Вместе смешивается. В разных пропорциях. Да, да, да. В разных пропорциях. Ну, вот здесь даже указано, что, например, для рассады торф смешивают в соотношении 9 к 1. Вот, например, вот это вот. Возьмем несколько разных, чтобы посмотреть. Возьмем вот эту вот. Так, пойдемте возьмем еще одну универсальную там. И пройдем в другой ряд. Там посмотрим именно земля по категориям. Как раз для томатов, для цветов таких, для цветов всяких. Вот она для декоративно-лиственных. Так, прекрасно. Вот это вот. Берем. Ну, и вот тут вот еще грунт. Вот. Для фиалок. Для фиалок. Для фиалок. Грунт для орхидеи. Ну, с грунтом для орхидеи все понятно. Ну, он специфический совсем, да. Да, 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 да. Что еще есть тут? Для синих роз. Один для красных, другой для синих. Ну, вот, например, еще можно взять грунт для кактусов и сравнить его, соответственно, есть какая-то разница между грунтом для кактусов и грунтом для декоративно-лиственных. Откроем и посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА